Россия, ЕКБ. ЕКБ, привет, привет, ЕКБ. Что там, кстати, в Казахстане? Вот думали поехать учиться, что там у вас, национализм? Да, в принципе, нет, учиться можно. Нет, а как к русским вообще относятся? Братан, если честно, я вообще не из Казахстана, я из Новосибирска. Слушай, а зачем в Казахстан-то ехать учиться? В России же вроде можно. Для, в армию не хочется попадать. Если ты пойдешь в институт, то, по идее, у тебя не должны же вроде призывать. Да нет, а возраст подняли призывы, это в любом случае. До 30, да. Стоп, а как же долг Родине, а как же защита Родины? Послушали, послушали, призывников все равно отправляют туда, поэтому... А как ты хотел? А как ты хотел? Ну ничего себе, а ты в стране живешь, ты должен какой-то долг ей отдать? Ну, я плачу налоги. Налог это мало. Я должен... Ну, то есть я вместо жизни своей должен пойти и умереть. Ты должен пойти и побеждать. Для этого тебя и утеснули. Как я должен пойти и побеждать, если там... Очень легко. Вот ты идешь, смотри, какие технологии? Какие технологии? В России сейчас самые передовые технологии. Что вы говорите? Да что я говорю? У меня лично вся семья побывала там и рассказывает, что у нас нехера абсолютно нет. Вся семья побывала там, то есть отдали... Ну, и отдают, наверное, свой долг, а вот вы, не знаю, как относитесь к этой семье, при этом являетесь почти бегуном. Хорошо это что-то? Ничего себе. Да, моя семья говорит то, что не надо туда идти. Тебе вообще... Ты вообще любишь свою родину, свою страну? Нет. Да, а как мы? Не улететь, не уехать не можем. В смысле не уехать, не уехать? Покупаешь билет. И визу нельзя оформить? Нельзя визу. Да и уезжай в Казахстан тогда, оттуда можешь хоть куда двинуть. Ну, поэтому и в Казахстан. Ну, все, мужики, тогда у вас есть время сейчас взять с лобокова чемодан, рюкзаки и спокойно до Астаны. Ну, так и планировали, поэтому и спрашиваем про Казахстан. Не любят люди, знаете, предатели, изменников. А почему предатели-то сразу? Ну, смотри, вот тебя, вот как минимум, первое. У тебя, Гриша, кто-то воевал именно на спецоперации, и при этом ты сам туда идти не хочешь и считаешь... Не воевал. Это срочная служба. Во-первых, ты понимаешь, что только срочная служба? Срочная служба — это один год. Это когда тебя призывали в армию... А ты в курсе, смотри, что еще в Царской России, между прочим, служили 15 и 25 лет. Я считал, что если ты ушел в армию, ты почти попрощался. Это скажи спасибо, что сейчас срочники почти не отправляются на спецоперации. Без собственной подписи контракта. Раньше это было почетнее. А сейчас это не почетно, что ли? Я не понял. Сейчас время подошло, когда на Родину защищают. Смотри, ты умираешь, тебе в подарок дают ладу весу твоей семье. Это почетно. Ты должен побеждать. Как я буду побеждать с АК, который был выпущен в СССР? А что ты сейчас Родину не защищаешь? А что ты сейчас Родину не защищаешь? Вот я сейчас сижу здесь, а вас прекрасно ФСБ рисует. Либо берете спокойно, идете в военкомат и подписываете контракт. Я тебя спросил, а ты что Родину не защищаешь? А в ответ тишина. Снова кулпик шаш сосенков остался одна.